здравствуйте дорогие зрители сегодня в нашей рубрике в гостях очень особенный человек наша землячка мира бордоева которая прожила в украине 17 лет мира большое спасибо что согласилась поговорить со мной и вообще рада знакомству прежде всего скажи пожалуйста ты вообще какими судьбами оказалась в украине изначально изначально я поехала туда учиться как бы я всегда говорю как буряты оказываются где-то обычно едут учиться там остаются и вот собственно говоря я уехала в ординатуру в Киев прекраснейший город мой любимый и сейчас была конечно же вынуждена выезжать да связи с началом действий нет я выехала чуть раньше но ну как выехала я выехала у меня были свои личные дела я выехала но у меня до сих пор остались вещи там ну потому что я поехала тут поездку одним чемоданом я и поехала также одним чемоданом известие о войне ну меня шокировало я никак не думала что такое может случиться и для меня это казалось вообще же нонсенс такого невозможно мне за неделю до начала вот этой войны звонила моя подруга из Киева из Украины из Николаева и она говорит слушай говорят что россия там подводит войска к нашим границам уже все подвела и что будет война и что я и сказала что этого невозможно то что причем она тоже в это не верила она мне говорила со слов своей тети ну там типа вот она там возрастная женщина по-моему говорит ну что крыша едется в общем что выжила из ума и боится вот что россия нападет и я говорю ты что она такая так и я вот говорю что ты что такого быть не может и 24 числа я вот прилетела в москву ну я вот уезжала прилетела в москву и первая смс которая пришла это вот как раз от моей подруги она написала у нас бомбят я я я ей отвечаю говорю кто она говорит как кто россия ну это вот я у меня до сих пор мурашки я не понимаю как это ну сейчас уже больше года как война идет на тот момент мы все были в таком шоке звонила в Киев узнавать все лежи ну то есть вот потому что бомбили же Киев ну все там бомбили Николаев вообще там полгода целых после этого бомбили на тот момент вообще был такой хаос ничего не понятно что будет ну то есть вот вот бомбят Киев у меня я вот основной частью своей 17 лет я прожила в Киеве естественно все мои друзья родственники они вот там находились в Киеве а скажи пожалуйста как тебе относительно России ситуация с расизмом в Украине это даже ты же как знаешь наши же воюют там с нациками ну это смешно потому что с нациками они воюют они должны в зеркало посмотреть и в общем с зеркалом воевать потому что я за 17 лет понятно что там я там училась жила работала разные ситуации были особенно по работе конечно же всегда люди когда даже есть две национальности какие-то всегда при конфликтах переходит там на национальный вопрос да это да но ну вообще смешно конечно потому что в России я с детства ощущала расизм даже находясь в Бурятии у себя я в детстве росла в Кабанске мне часто говорили там ты не играй в этой песочнице потому что ты бурятка ну всякие обзывательства оскорбления то есть я я к этому не то чтобы привыкла привыкнуть к оскорблениям конечно сложно вот потом когда мы переехали в Омск мне было сколько 4-5 лет там просто ужасное было отношение в садике дети со мной не общались воспитатели а почему дети не общались потому что воспитатели так относились а дети это очень считывают да вот я была всегда отдельно и какой-то такой очень холодная ко мне даже никто не обращался вот так вот то есть это ну это проявление расизма конечно же ну и во дворе когда играли то же самое то есть там я помню ребята ну они где-то ну они постарше у меня они уже школьники были они взяли грязь из лужи да и мне там 5 лет и они меня обмазали грязью просто они кричали что там цыганка черная ну в общем такое все я пришла домой просто у меня мой голубой плащ был просто весь черный он был грязный ну то есть это ну вот такое ну это вот вся Россия такая да потом я поехала когда уже ну переехала позже в Улан-Удэ и даже в Улан-Удэ наши русские они вот всегда ну то есть вот дурацкий комплимент да вот это красивое как русское ну они даже не соображают что они говорят и когда мы школу заканчивали я прекрасно помню родительский комитет который в основном состоял из русских они отдельно даже за стол сели типа вряд ли отдельно они отдельно вот это я тоже прекрасно помню то есть конечно же сейчас вряд ли они они конечно скажут что это было не так что это не имело отношения к национальности но это бред полный это это я точно знаю потом когда я уехала в Омск в Омске с этим приходилось встречаться Омск вообще наверное самый ужасный один из самых ужасных городов в этом отношении там живут этнические казахи достаточно много и вообще это земли омские это казахские земли по сути у них названия все тюркские и сельку это у нас еще в Сибири считается получше с этим чем в среднем классе ну вероятно не знаю получше может ну да точно я точно могу сказать что в Омске тяжелее ситуация чем в Улан-Удэ потому что в Улан-Удэ все-таки ты же дома у себя находишься да да можно сказать сразу то есть поставить на место но у нас за счет вот этой колонизации народ часто очень забитый ой лучше не говори зачем и начинает сразу допустим в случае когда ты идешь на конфликт да то есть тебе не нравится ты говоришь типа давайте-ка вы закроете рот да ну то есть то наши же буряты начинают ой так некрасиво вот так не надо вот не надо выходить на конфликт вот это вот не надо быть скандальными ну то есть вот такое да 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 я заметила я заметила что это вообще видимо некоторые так реагируют потому что это очень болезненная тема они вообще не хотят этого касаться не хотят да 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 не хотят раскрывать эту тему вот и начинает сразу вот это вот типа они такие интеллигентные давайте будем выше этого давайте не будем выше этого да я я считаю так обычно вот тот люд который у нас там живет чаще всего видимо из-за того что я всегда говорю это гены к нам же не отправляли ну редко кого к нам отправили нам отправили всяких вот этих уголовников да ну а как же декабристы вот вот я хочу сказать декабристов вот после декабристов как раз осталось хорошее поколение ну то есть вот хорошие гены ты знаешь это просто положение вот этого государства образующего народа оно развращает людей то есть это так же я заметила то что вот эти когда говорят вот надо там или там не реагировать или там быть выше этого люди не понимают они понимают чаще всего только силу вот если дашь по башке вот сразу все поняли а если там начинаешь так с ними как-то разговаривать вот вы неправильно поступаете нет это это не работает так не работает ну да у нас фактически это так общество это такие джунгли где каждый должен локтями сам себя защищать и так далее потому что государство оно не работает оно не выполняет функции а просто государство само такое оно само так воспитывает ну государство вообще гопник на данный момент да да вот я и говорю что государство гопник поэтому и как бы это что остается людям да да вот я помню приехал мужчина из из израиля и он сказал ну побыл какое-то время и сказал что вот попросить прощения ну вот допустим ты наступил человеку на ногу да не случайно и ты извинился что он это воспринимает как за слабость не воспринимает как ну что вот это культурный человек да это воспринимает что вот типа испугался и вот ему страшно то есть ты считаешь что в Украине все-таки ситуация на головы выше да конечно то есть несмотря на все проблемы конечно тут это даже сравнивать нельзя потому что в Украине даже когда у меня был единичный случай когда мне один человек сказал что мне надо бы поехать на родину то я честно не ждала помощи ни от кого в обществе да ни от друзей ни от кого по привычке да по привычке что все скажут а ну какая ерунда там еще да нет я даже я просто автоматически не ожидала помощи а помощь оказалось вот они сами пошли когда и но мне было дико обидно вот и я рассказала я поделилась что вот вот он мне так сказал так мои коллеги ну вот они украинцы да один с ним и поговорил то есть он сказал ему что так ну ни в коем случае нельзя так себя вести другой он этнический еврей еврей да он сказал ему вообще чтобы он не видел больше у себя в кабинете да и там коллега друг там еще один мой коллега он мне сказал что типа пойдем я ему начищу сейчас эту физиономию да ну в россии ну я уверена что никто бы этого не делал вот и в украине ситуация там не раздувая украинцы очень добрый народ там вот как то атмосфера такая теплая у них даже язык такой вот вот психолог ласковый да вот даже вот они когда говорят пожалуйста да не говорят пожалуйста они говорят будь ласка понимаешь там вот так то есть они очень добрые люди и там как сейчас их там какие-то в нацисты записали это просто бред вот бандера вот этого его уже нет как сто лет нет они его вспоминают и я говорю чего прицепились к этому бандере а самое смешное очень многие оказывается из вот этих военных которые туда едут они думают что он живой может они с этим с бандерой антонио с бандерой путают я не знаю такое тоже вероятно все смешали да да то есть они вот считают что он живой да Мира но ты можешь признать что все таки существуют сейчас различные силы в украинском обществе ведь все те которые были пророссийские они же никуда не девались я уже там например есть организация из какого-то года да ага есть организация например которая нас очень сильно поддерживает да наше бурятское движение и всячески помогают и вот есть этот фридом который снимает фильмы про народы России и так далее а есть эти фейк-ньюс тоже в Украине да которые там распространяют фейки про бурятских ну что вот они там отлавливают да из всех пленных отлавливают именно буряты начинают там с ними интервью проводить то есть я не знаю кого не отлавливают потому что бурят там насколько я поняла три процента да нас в принципе мало на земле да вот я и говорю что они каким-то образом постоянно именно у пленных бурят эти интервью а самое смешное что они я не знаю я интервью бурята видела только два раза по-моему самый первый вот который попал и вот по-моему всего два видела интервью ну я вот ни разу не видела там каких-нибудь статей статей, что, ой, русский там зверствовал, там русский сделал то-то, то-то. Такого как бы вообще не вижу, а вот... Бурят конкретно. Я к тому, что есть как бы различные, но поскольку это свободное общество, там есть плюрализм, как бы есть такие движения и другие. Как-то его зовут, а он уже известный стал, журналист, который именно интервью берет. Вот забыла, смолкет или как-то его. У меня на всех времени нет. Нет, вот он какой-то самый известный, который постоянно, они вот вдвоем, один такой толстенький, они вот постоянно вдвоем берут интервью у разных пленных. Там есть русский и всех подряд, в общем. Но вот в каком-то интервью он прямо говорит, ну, конечно, таких зверей, таких звертывающих жестоких, как Буряты, нет никого. Ну, это, конечно же, где он это взял, я не знаю. Ну, где-то же он это взял. А он известный. На него очень многие подписаны. И он и смотрит эти интервью. Ну, я посмотрела, ну, во-первых, он так и видно, что у него, то есть, как это в Украине говорят, не с полнорозуму. Ну, то есть, он не то, что там какой-то там аналитик. Он просто там спрашивает такие совершенно примитивные вопросы, кто вас сюда звал. Ну, вот эти интервью такие, ничего такого интеллектуального нет. Ну, в общем... Ну, ты знаешь, наши же, у нас хватает, так скажем, не самых умных людей, которые вот так этим зажглись и говорят, а вот правда, вот они же какие нацисты, да мы пойдем там встить и так далее. А дело в том, что в обществе, оказывается, такого есть. Я ездила в Улан-Удре вот летом 22-го года. Естественно, все говорят о войне в Украине, потому что потому что у всех или друзья, или родственники оказались призванными или контрактники, да. То есть... Ну, меня вот действительно поразила вот одна из девушек, которая сказала, вот ее там какой-то брат двоюродный, по-моему, пришел оттуда, денег заработал. Ну, то есть я у нее спрашиваю, я говорю, ну, убивая людей, да. Она так что промолчала, потом такая, ой, он ей снова позвонил, звал ее на какую-то тусу, ну, то есть там отметить, видимо, вот эти вот денежные вознаграждения. И она такая, ой, я там тороплюсь, иду. И я говорю, ну, я говорю, слава богу, говорю, что он у вас живой вернулся. Я говорю, он же больше не поедет. Она сказала, нет, он через 10 дней, типа опять едет. Я говорю, зачем? Она, как это? Вот, они там наших убили, они же должны, парни, ехать отомстить. Я вообще, я поражаюсь, где у людей логика? Я у нее спросила, я говорю, смотри, я говорю, вот такая ситуация. Ты вот дом построила, ты живешь в доме, у тебя там дети, твой муж. Вот ворвались к тебе преступники. Я говорю, детей твоих изнасиловали, мужа твоего пристрелили, а ты, говорю, смогла одного из них вот убить. Вот смогла. Я говорю, и они должны, вот получается, говорю, по твоей логике, вот эти преступники должны вернуться и тебе отомстить за своего друга. Но она молчит. То есть вот, я не понимаю, я говорю, вы, вот я говорю, твой брат поехал в чужую страну вообще, за 6 тысяч километров. Я говорю, где Бурятия, где это Украина? Ну, в общем, там, они что, они слушают или что, я не знаю, почему так, но они прямо вот, все-таки пропаганда, это телевизор, они говорят, что они не смотрят телевизор, это все работает, вот этот информационный поток работает. Потому что одна моя знакомая, ну, коллега моя в Киеве, ее родственники жили, ну, они вообще сами из Крыма, да, жили в Крыму, а она жила в Киеве. Я помню, когда Крым отжали, она побыла месяц в Севастополе, вернулась и говорит такая, вот Путин молодец, все правильно делает. Ну, меня тогда это так возмутило, я говорю, слушай, а зачем ты тут живешь? Ну, можно продать здесь квартиру, уехать туда в Севастополь, жить там. Ну, теперь это Россия, говорю, все вас должно устраивать. Ну, типа вот, нет, мне удобно в Киеве. Ну, она так и не уехала, да? Она вроде как-то до войны такой нормальный, адекватный, хороший человек. Сейчас, сейчас она вынуждена бегать, да, потому что в Севастополь не поедешь, да, там тоже не особо безопасно. Ну, уехала она сначала в Болгарию, потом еще куда-то, ну, в общем. А я ей, вот мы с ней списывались, я ей говорю, ты помнишь, ты сказала, Путин молодец? А она мне сейчас говорит, ты знаешь, я сейчас так не считаю. Она сейчас поменяла мнение. Ты знаешь, я почему-то раньше думала, что эта пропаганда на Бурят не должна действовать. Нахрен нам какое дело до каких-то исконных, якобы, русских земель и так далее. И сейчас выясняется, что Бурятам прямо это есть дело. Так мало того, что есть дело, они еще, вот у меня один знакомый, который уже туда съездил, но до, еще до его поездки, еще до того, как их там призвали, отправили, я помню, вот я приезжала в Ланудэ, и меня прямо вот возмущало. Я говорю, вам какое дело? А он, нет, ты что? Там должны говорить по-русски. А я говорю, чего они должны говорить по-русски-то? Я говорю, проблема в том, что мы с тобой два Бурята едем и говорим по-русски. Вот это проблема. Мы в своей республике не говорим по-бурятски. Мы в семье не говорим по-бурятски, потому что мы его забываем благодаря политике государства. Нет, вот они вот, Киевская Русь, там вот эта вот Русь оттуда пошла, Россия, значит, оттуда, и вот это вот в наших новичках. Для меня это вообще было парадоксально. Ну, я не знаю, я надеюсь, что съездив туда, на Донбасс, вернувшись целым, а они, треть из ребят, с которыми он ездил, погибли, вот он вернулся. Говорят, что он поменялся, но я не знаю, я после этого с ним не общалась, ну, вроде как он туда, вот он туда не едет, не мстить там, ничего подобного. Наши буряты, конечно, повелись на эту пропаганду, но должна тебе сказать, что все-таки их не так много, как, ну, все-таки тех, кто убегает и прячется, и так далее, их все-таки гораздо больше это радует. Потому что, как ты понимаешь, многие не могут в открытую осудить все это. Не могут, они там завязаны семьями, и там в основном, ты даже так вспомнишь, вот когда смотришь, там все, прокуратура на прокуратуре. Все, кому ни тыкни, все в прокуратуре работают. Вот почему контрактники оказались, да, вот ребята. Просто негде работать больше. Они идут в армейку. Вот там, кто в институте учится, юридический факультет оканчивает. Если они, если они закончили, то они без армейки не могут, да, пойти по карьерной лестнице. Вот. А то, что у нас весь бюджет у нас во что превратился государственный? Это все сплошной госаппарат, и в этой системе это единственная возможность какой-то стабильности иметь и так далее. Да, да. Бизнес, потому что задушили. Мы такую стабильность имели. Сейчас пришла вот такая. Да, да, да. Чуть, у нас всю республику обкрадывают олигархи. ну, то есть нам, нам вот получается головы сносят, что ой, бедная республика такая. Бедная, на дотациях. Дотационная, да. Самая бедная, вот после нас только Тува. Вот. А так как посмотреть, тащат из нашей республики все просто. И все тащится, вот все-все в Москву. Все ФСБ захватили. Ну, в общем, все вот. Ну, и в Китае распадают леса всякие. Да, да, да. В Китае леса уезжали еще, по-моему, я в школе училась. По поводу там, про нацизм в Украине это полнейший вред. Я там жила, я себя прекрасно чувствовала. Понятно, что, ну, вот я помню, что на моей наши буряты рассказывали, что, ну, там, детей в школе чуть притесняли, да, было такое. Ну, там, поговорили, и все прошло. А в Москве это, по-моему, это вообще... Да, ну, люди не понимают, что у России в принципе бытовое он вообще везде существует, да? Да, да, да. Разница в том, что поддерживается это в обществе, порицается, и вообще есть ли механизмы регуляции. То есть, как бы, вот, допустим, в Соединенных Штатах понятно, что там вот эта страна эмигрантов, и все равно присутствуют люди, да, которые там оскорбляют. Это, ну, это психология человека такая. Человеческая природа, да. Да, да, да. Вот мы такие люди, такие приматы. да, вот мы, конечно же, вообще мало знали об украинцах до того, как случилась война, и только сейчас мы отчетливо увидели, насколько они отличаются. сейчас очень все распространяют, делятся, и все в таком, ну, всем это болит, что российские военные расстреляли безоружного украинского солдата, да, на слова, на слова украины. А что они хотели услышать, мне вот это интересно, да, тоже. Но я говорю о мужестве, ну, то есть, как человек абсолютно спокойный, у него ни один мускул не дрогнул. Да, это просто, да, это просто показывает российскую сторону с такой ужасной стороны просто. Это действительно и смотришь эти новости, да, как они поступают в этой войне беспринципно. Как они голодом борят военно-пленных, да, военнопленные российские из украинского плена возвращаются такие отъевшиеся. Крадут детей украинских. Да, и еще крадут и расплеснут как-то их в такие лагеря, что ли, где прямо пропаганда на них. Да, да, это просто какие-то изуверские просто методы. У своих собственных сограждан отбирают детей, там, толкают их в детдома. Да, это просто ужас, это новости из Мордора просто. Да, да, это абсолютно советский, как это, советская технология. Вот, когда это был 37-й год, когда детей, там, врагов народа прям ставили на стул, да, и заставляли отречься от своих родителей. Ну, то есть, вот так вот. Методика не поменялась. методичка ФСБ, КГБ одинаковые. Вот они как работали, так и работают. Ну, это ужасно, ужасная страна. Я говорю, гораздил же родиться в такой стране. В Украине, как во Вторую мировую войну, им приходится сейчас биться на два фронта. Во Вторую мировую войну, вот то, что Бандера, да, ООНУПА, вот эта вот украинская повстанческая армия, им же приходилось, нам рассказывали тогда по истории, вот это вот такие сякие на стороне немцев воевали, ну, вот там вот эти вот украинские националисты. Дело было совсем не так, как оказалось. Я поехала в Украину и это вот узнала. А так до этого я тоже приехала туда вот, что украинцы были предатели вот там на Западной Украине. Оказалось, что все было не так. Украина хотела быть, вот эти украинцы, Бандера, они хотели быть отдельно еще тогда. И им приходилось воевать и против Германии, и против Совка. Ну и, к сожалению, на тот момент они проиграли. Но они не могли не проиграть, потому что и с одной стороны мощное вооруженное, и с другой стороны такое же государство. Но последователи остались, слава Богу. Украинцы сохранили культуру, и слава Богу, количественно много, если нас там 400 тысяч, а их там 48 миллионов, сохранили язык, сохранили культуру. И будут отстраивать потом на наши репарации. И понимание того, что надо жить отдельно от вот этих сумасшедших. Да, на наши репарации я считаю это правильно, потому что зачем? Ну, конечно, за все надо отвечать, конечно. Да, конечно. Вот. Я не знаю, какие там должны быть репарации, чтобы заплатить за все. Там такие люди... Главное нам к этому моменту, главное, нужно постараться отсоединиться, потому что чтобы эти репарации были распределены справедливым образом, а не то, что Москва будет за наш счет опять выплачивать репарации. Да-да-да. Хотелось бы, чтобы вот кто решил, кто вообще затеял это все дело, чтобы они бы и платили эти репарации. Ну, нам все равно, конечно, всем придется, но... Всем придется, но я, чтобы это было распределено по всем регионам. Да-да. Понятно, конечно, что мы там не монгольский мир, не с монгольским миром поехали там завоевывать. Да-да-да. Мы не авторы этой идеи. Как украинцы говорили же, сдавайтесь в плен, и телефоны там распространяли, когда они могут сдаться в плен и выжить, а российские, я не знаю, кто они там, ФСБшники, или кто, блокируют эти номера, чтобы туда нельзя было. Но я когда с украинцами со своими разговариваю, я говорю, вы же понимаете, говорю, что... Ну, вот даже те же буряты едут воевать, и сзади стоят загранотряды, заградотряды, вот эти, в виде гадыровцев, да, которые нет, вы идите. Люди погибают просто как мясо. Ну, мои, мои окружения понимают. И при этом, ну, и понимают мое окружение, но при этом они говорят, жалеть, конечно, не будем. Ну, а что им делать? У них идет оборона собственного государства, и это я тоже прекрасно. Да, понятно, очень-очень сильное чувство. У нас даже в нашем чате периодически начинается спор на одну и ту же тему. Одни говорят, бедные наши мальчики, их там обдурили, и так далее. И так я тоже считаю. И так тоже, да, но потом у них начинается... А есть такие мальчики, да, а есть такие мальчики, которые прямо с удовольствием туда едут. Такие тоже есть. Но это я считаю вот выродки полуумные, необразованные, и вот такие, ну, среди всех народов есть всегда вот кастовость, да, есть интеллигенция, ну, то есть есть люди, которые думают, есть нет. Вот, ну, вот такие вот и едут, вот, безумцы. Меня просто поразила фотография одного моего знакомого, хорошего. Он сейчас воюет, ну, украинец в смысле. Он сейчас воюет, и однажды он сфотографировал документы, и там, я точно понимаю, что это Бурят, имя, фамилия Бурятский, и вот он, этот мальчик, молодой совсем, там, не знаю, 20, наверное, лет, и он погиб с книгой, и Жюля Верна, по-моему. Меня это так, ну, вот мне от этого больно. Ужасно грустно, да. То есть, я понимаю, что это, это качественный был человек, человек с книгой. Он, ну, вот он точно из тех, кого просто закинули туда, и он погиб. Ты знаешь, я вспомнила тоже другую грустную историю, я прям тоже плакала, не могла. Какие-то бурята заходили в какой-то дом украинцев, и там нашли книгу, бурятские сказки, по-моему. Ага. Что-то такое сфотографировали, и там помолились, что-то там. И тоже, как бы, с таким сожалению, так были тронуты тем, что вот тут люди живут, которые вообще знают бурятскую культуру, изучали ее и так далее. Ой, какой идиотизм вообще этот происходит. Просто слов нет. Если они выжили, то я надеюсь, что они не уедут в Трубинск. Да, я тоже надеюсь, что кое-что они поняли и объяснят другим. Да, да, да. И скажут другим. А так, потому что вот я, когда ездила, я понимала, что... Ну, есть такие, я летела в самолете, там летел парень, полностью экипирован, бурят. Его прям встречали, он, видимо, оттуда ехал. Его прям встречали родственники, прям герои, знаешь, так радовались, и прям такие вот, тому и молодец. Есть, есть те, кого жалко, есть, типа, жалко. Ой, спасибо большое тебе за это интервью, поговорили. Надеюсь, что поговорим уже после войны. Такое свободное интервью, да. Да, но на самом деле тяжелая тема, честно говоря, много эмоций. Как бы с твоей стороны быть, понимать обе стороны, да, то есть и нападающей, и жертвой этой войны, и оказаться посередине всего этого, конечно, очень морально тяжело. И при этом, и, конечно, я при этом за победу Украины. я считаю, что надо вернуть, надо все вернуть, все, что забрали, вот, и восстановить то, что сломали. Жизни людей уже не вернешь, к сожалению, но вот те люди, кто виноват, они должны быть прямо очень строго наказаны. Все военные преступники должны быть наказаны. Да, и все военные преступники, да, должны быть наказаны. Я считаю, что они вообще должны быть наказаны вот настолько же жестоко, вот насколько они жестоко издевались. Да. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава!